В свои 11 Дима опытный пациент. В больницу попадает часто. У меня как ожирение, спина, искривление позвоночника. Дима сейчас лежит в детском отделении восстановительного лечения, НИИ, курортологии и физиотерапии. Похудел на 2 кило. Мечтает сбросить хотя бы еще столько же. Ну, вяленький был, да. Сейчас у него более подвижный образ. Тут же как бы не только одневодные процедуры, зал, сока, у нас зарядка, все как бы комплексное лечение. Центр курортологии единственный в регионе занимается восстановительным лечением детей. Именно сюда привезли на экскурсию нескольких участников конгресса. Лейла Намазова возглавляет подобный центр в Москве. Только он больше, чем Томский, да и финансируется лучше. Создана медицинская технология по лечению детей со сколиозами, с использованием КВЧ-терапии, воздействующих, в том числе, ну, понятно, в первую очередь, физическая культура. В среднем находится сколько? Две, три, четыре недели? Находится 24 дня в детском отделении. Восстановление детского здоровья – меры слишком поздние. Болезни нужно не допускать. На этом настаивали сегодня участники 13-го конгресса педиатров России. И самый быстрый и легкий способ это сделать, по мнению медиков, прививки. Мы практически победили те инфекции, против которых мы прививаем. За весь год в стране было 27 случаев кори. Из них четыре у детей. А если бы не прививали, было бы полтора миллиона случаев кори. Почти нет паратита, почти нет краснух. Получены колоссальные успехи в борьбе с гриппом. Не было эпидемии последние два года. Сегодня власть экономит на вакцинации. В год на прививки 140 миллионам детей тратится около 6,5 миллиардов рублей. А нужно хотя бы в пять раз больше. Сегодня педиатры настаивают на том, чтобы календарь профилактических прививок пополнился хотя бы пятью новыми названиями инфекций. Это позволит массово и бесплатно ставить прививки против десятков болезней. Чтобы мы могли предотвращать поносы, которым страдают все дети. Предотвращать витриную воспу, которая в миллион случаев в год. Предотвращать не в макоку, а в инфекции. Основная инфекция, от которой помирают дети. Отечественные педиатры ссылаются на опыт зарубежных коллег. Там якобы на профилактику денег не жалеют. Вложенные средства возвращаются. Вакцинация становится не то чтобы рентабельной, она становится экономически целесообразной. Например, ситуация с вакцинацией полиомиелита в США. Америка потратила на вакцинацию около 36 миллиардов долларов. Но при этом, по данным расчетов, она сэкономила порядка 180 миллиардов. Внести один дополнительный пункт в отечественный календарь перевивок стоит около 14 миллиардов рублей в год. Такие вложения окупаются в среднем спустя три года. Тогда начинают снижаться затраты на лечение. На общественных слушаниях были и специалисты экспертного совета по здравоохранению. К тому, что федеральный бюджет в ближайшие годы сможет увеличить траты на вакцинацию, они относятся скептически. Денег на это сейчас нет. Участники Конгресса настаивают на принятии закона об обязательной вакцинации. Пока что есть лишь законопроект. И судьба его неизвестна.